Я считаю, что одна из наших ошибок 6-го числа заключалась в том, что мы организовали недостаточно дружинников, которые следили бы за порядком с нашей стороны. И, к сожалению, в какой-то момент вот эти вот провокаторы в масках, они вышли на первый план и начали проявлять агрессию, заводить как-то толпу в совершенно нездоровом ключе и, соответственно, провоцировать агрессию. Мы должны их изолировать. Можно вопрос еще? Выяснили, короче, мы с Лендели, что это нашество. Это футбольный провод, фанаты, да? Да, я слышал. А, можно вопрос? Как фамилия? Богуш. Богуш. Это, который в Ашане тогда приедут. Понятно, понятно. Хрюши, которые, да? Нет, это контрольная закупка. Понял, понял, понял. Вот, вообще вопрос такой, извлекает, а почему, как бы, проходят эти футболки? Вот, как они проходят? Подождите, подождите, мы организаторы, почему люди сели. Мне кажется, одна из причин, почему я оказался здесь на 10-ти сутках, потому что за два дня до моего ареста я участвовал в слушаниях в общественной палате, где были генералы МВД, в том числе генерал Бирюков, еще какой-то там генерал, который представляли в уголовье. Я им задал ровно этот вопрос. Я говорю, уважаемые друзья, вы нас обвиняете в провокации, да? Но вы обеспечивали порядок на них. У вас там было какое-то безумное количество сотрудников провокативных органов. Вы организовали металлодетекторы. Вы всех осматривали. Вы нюхали бутылки, чтобы там не было каких-то горячих материалов, алкоголя, каких-то горячих материалов. Объясните, пожалуйста, как так получилось, что через ваши вот эти вот редукты ОМОНовцев, сотрудников провокативных органов, прошли люди с коктейлем Молотова, с масками, с ножами, с какими-то арматурами. Как это можно было сделать, если эти люди не были с вами в сговоре? Поэтому мы в следующий раз просто, я думаю, должны организовать какой-то дополнительный... Ну, как бы, да, свой контроль. Дополнительный эшелон контроля для того, чтобы не допускать провокаций, которые потом приписываются нам. Мне кажется, это очень важно. Илья, как ты вот идея окупай, ты вот плавающие вот эти лагеря, ну, качующие лагеря, ты поддерживаешь? Это продолжение окупай этой идеи. Я считаю, что это правильно запрочешь, мне кажется, очень важно, что мы после вот этих вот столкновений 6-го числа сумели перевести протесты в абсолютно мирный рост. Показать, что мы... На самом деле, окупай Абай опроверг целый ряд мифов, которые нам постоянно навязывают. Она проверк миф о том, что русские люди, граждане России, не могут самоорганизоваться. Она проверк миф о том, что людям там нужна там жесткая рука, чтобы кто-то строил, чтобы им кто-то командовал, да. Вот, пожалуйста, люди собрались, там собиралось по 2-3 тысячи человек по вечерам. Самоорганизовывались. Никакой полки мне было нужно. Ко мне подходил участковый, пожал мне руку, за день до моего ареста, пожал мне руку и сказал, я вам очень благодарен, выношу благодарность от имени провокативных органов, потому что здесь вообще очень криминальный район. Я бы вам в мирное время не советовал здесь ходить. Но пока вы здесь стояли, у меня за неделю была одна телефонограмма, что кто-то кому-то там дал по физиономии. Вы бы здесь вечно стояли, у меня бы здесь никакой работы не было. Поэтому, мне кажется, это очень был позитивный опыт, нам надо его еще изучать. И я думаю, что мы будем продолжать такие формы протеста. На самом деле, тут уже ничего не зависит ни от меня, ни от других, каких-то там организаторов, лидеров. Потому что, насколько я знаю, люди просто вот уже сами собираются, их там задерживают, там полиция просто уже стала их разгонять. Это очень важно. Нет, я собираюсь завтра заехать там, поздороваться с людьми, выразить им благодарность и поддержку, как и вам тоже. И я не думаю, что от меня уже там есть какой-то толк. Ну, то есть, я буду, конечно, туда систематически приезжать. Я прекрасно понимаю, я надеюсь, что это понимают власть. Что тут уже эта история не зависит от какого-то конкретного человека. Илья, власть другую тактику начала применять. Вместо того, чтобы разгонять жестко, стали внедрять провокаторов с белыми ленточками, которые ходят и начинают ну, злые ссоры. Да, они с первого дня. Вот последние 2-3 дня это просто в ужасном количестве. Сегодня просто невозможно было находиться у Акуджавы. Мне кажется, люди уже немножечко очевидно подустали. Но вот первые там пары недель недель до моего ареста, там первая неделя после моего ареста. Это такая вот просто такая образцово-показательная история, которую нужно изучать и при необходимости повторить. Понятное дело, что люди будут собираться сейчас до 12-го числа. После 12-го числа мы будем принимать решение. Будем мы продолжать в форму, как это мы будем. Будем решать. Но то, что это действительно такой позитивный опыт, который, во-первых, вызвал совершенно колоссальный общественный резонанс, и во-вторых, на самом деле, показал, что он доказал в очередной раз, что это мирная сила, опыт, который мы должны использовать. Илья, просто вот смотрите. Задерживаем. Пока нет, вроде бы. Нет, не сейчас. Что происходит? Как вы теперь даже понимаете? Мне кажется, что мы должны действовать по нескольким направлениям. Во-первых, нам очень важно сохранять уличное давление на власть. Видно, что власть это не очень боится. И только внешний импульс способен как-то деформировать какую-то всю прогнившую нашу систему. Поэтому ни в коем случае не взял кондицию. Вот эти массовые акции протеста, начиная с декабря, в эти массовые акции протеста, я не пропустил ни одну, кроме 10-го числа, когда я проводил ДНР. Я думаю, что это очень важно продолжать. Нужно договариваться о проведении объединенных массовых акций протеста. Это действительно очень важно. Это самый пока эффективный способ давления на власть. Но начиная с декабря все-таки в этой системе там вызывались всякие встречи. Ну, где встречи на территории облаковой культуры. Ну, там, например, создание партии. Мне кажется, это важная задача. Должно появиться несколько крупных по настоящему администрационной партии. Как минимум три. Я 18-го числа намерен иметь участие в съезде республиканской партии, которая состоит в отделении с партией Народной Свободы, будет участвовать в выборах руководящих органов этой партии. Мне кажется, что легализация протеста, параллельная с уличным давлением, мне кажется, это действительно очень важно. Надо это продолжать. Это дает возможность участвовать выборы. Выборы – это третья трещина, которую власть дает. Если нам удастся выдвигать действительно единых кандидатов от оппозиции на мэрских выборах, если удастся, даже если не регистрировать кандидатов, но, по крайней мере, как выдвигать свою позицию на губернаторских выборах или на региональных выборах, это надо делать обязательно, потому что это тоже расшатывает свою правильную систему в конце концов. Это мы реальность. Это мы реальность. А почему? Вы туда входите. Почему здесь Рыжков? Здесь Рыжков? Ну, это Рыжков. На самом деле, Рыжков сделал... Рыжков, Рыжков. Значит, там есть договоренность, насколько я знаю, я несколько ограничен в связи в последнее время. Была договоренность о том, что республиканская партия станет базой для объединенной демократической партии. К ней присоединятся активисты движения «Солидарность», которые до себя видят возможность в этом участвовать, активисты народно-демократического союза Касьянова. Но есть жесткая договоренность о том, что в партии не будет лидеров. Там даже не будет сопредседателя. Будет бюро, там из 10-12 человек я буду участвовать в выборах в этом бюро и надеюсь, что там платежки у нас есть. Но одного лидера не будет. Мне кажется, вот это вот безлидерность и стремление к такой горизонтальной структуре это очень важный залог успеха, потому что предыдущие неудачные опыты объединения демократов были связаны с тем, что люди там были в посты и на это разорвались, и они говорят. В регионах есть дискуссии. В регионах есть дискуссии идет. Просто я сам из Воронежа и у нас, я знаю, что делать во время больших митингов проводить параллельно свое, чтобы показать, что во всей стране есть, или приезжать в Москву. Вот такой у нас есть внутренний раскол, он не принципиальный, но все равно ни к чему не могу сказать. У меня нет готового рецепта, я в принципе считаю, что есть аргументы в пользу первой точки зрения, второй точки зрения. В любом случае, мне кажется, какие-то акции протеста, ну не все же могут приехать, да? Если можете приезжать, приезжайте, потому что поддержка из регионов очень нужна, чтобы показать, что протест носит не просто московский характер, да, как навязывали их платья, протесты носят общероссийский характер. Вот мы приезжаем, вот 6 числа, это, мне кажется, был прорыв для нас, потому что действительно очень много людей из регионов приехало, многих поснимали с поездов, многих... с такой стороны... многих арестовывали, многих так снимали с поездов, там и так далее. Это было важно, это был один из таких ключевых моментов 6 мая, что это был общероссийский протест. Если мы сможем это продолжать в таком же ключе, мы разбеем еще один митин, потом шок, это вот московская какая-то тусовка, в которой там интересы совершенно противоречат интересам рабочих с Уралвагонзавода. На самом деле у нас с рабочими с Уралвагонзавода интересы абсолютно одинаковые. Они также не хотят, чтобы воровали, они также хотят, чтобы в стране были нормальные человеческие выборы, они также хотят, чтобы суды судили по закону, да, а не по понятиям. Поэтому вот эта вот навязанная Путиным идея, что тут какая-то там норковая революция, мы должны это развивать. Но с другой стороны, акции протеста, какие-то там митинги, даже если они не очень крупные, в регионах, которые проходят одновременно в один день с крупными акциями в Москве, Петербурге и других крупных городах. Это тоже, мне кажется, очень важно. Нужны то и то и другое. Слушайте, ладно, давайте расходить. Мне начальник СИЗО я читал, я читал, я читал, мне что и носили газеты. Лена, на работу сейчас поедешь? А? На Арбат сейчас поедешь? Я приеду завтра туда вечером, что я сиди к восьмее. Я напишу в твиттере. Яш, привет, подсудимый. Я очень рада к закону своей. Ты секретарь Кирилл Гочарова. Я на самом деле спасибо. Яш, как живы? Я тем. А? А что вы думаете? Ну, видишь, что я эволюционер. Откармливый. Я тоже спал. Пионер лагерь, че? А каша, там фу, а Валя говорил, что каша ужал. Честно говоря, Каша, там и каша ужал сидит. Фонка, Фонка. Каша сидит. Я слышу, что мы приехали, приехали за Арбат. Кать. Куда? У меня принадлежит. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ